Здравствуйте! Большинство обращений в депутатскую приемную – это жалобы граждан на ЖКХ. И, конечно же, высокие тарифы. Причем самые серьезные недовольства люди высказывают относительно общедомовых расходов, счета, за которые иногда даже превышали расходы за трехкомнатную квартиру. Было немало разбирательств, в ходе которых выяснилось, что управляющие компании берут цифры с потолка. В середине прошлого года Государственная Дума разработала и приняла изменения в жилищный кодекс, призванный ограничить сборы на общедомовые нужды. Было решено, что все такие расходы, превышающие норматив, будут оплачивать сами управляющие компании. Те самые нормативы установят субъекты в зависимости от типов домов и особенностей муниципалитетов. Все это должно стимулировать управкомпании к энергосбережению и борьбе с нелегальной тратой ресурсов. Необходимо, чтобы общедомовой сбор рассчитывался по внятной и прозрачной системе, а придумывался управляющими компаниями не по своей прихоти. Кроме того, управляющие компании будут вынуждены заняться технологическими потерями в домах. Такие потери в сетях электроснабжения многоквартирного дома зачастую составляют 1-3% от всего месячного расхода. Потери в теплоснабжении могут достигать 18%. И все это оплачиваем мы с вами, жильцы. Новый закон призван уменьшить ненужные потери. Если содержать общедомовые сети в порядке, если регулярно проводить инвентаризацию оборудования и помещений в доме, то можно значительно сократить расходы, а значит и размер общедомовых трат. Весь перерасход ресурсов у правкомпании вынуждены будут относить либо на свой счет, либо принимать действенные меры к недопущению аварий и перерасходу ресурсов жильцами, квартиры которых не оборудованы приборами учета. Такие изменения должны были вступить в силу месяц назад. Однако правительство страны доложило, что субъекты повсеместно еще не подготовились к введению этого закона, не подсчитали нормативы. В общем, так ожидаемая гражданами новая система расчетов за общедомовые нужды заработает только с начала следующего года, когда все структуры подготовят нормативную базу. Кстати, на днях немалое число жителей нашей области столкнулись с неготовностью к вступлению в силу другого федерального закона – о пассажирских перевозках. Изменения призваны повысить безопасность общественного транспорта, для чего обязуют перевозчиков, в числе прочего, оформить маршрутные карты. Так вот, частники, работающие на междугороднем маршруте Архангельск-Новодвинск, нужную документацию совместно с муниципалитетом и региональными структурами не оформили и оказались на нелегальном положении, а страдают граждане, которые не могут своевременно добраться до нужного места. Так что принимать нужные для общества законы мало. Важно оперативно и четко притворять их в жизнь, а это уже зона ответственности власти исполнительной. Только в четком взаимодействии реальная жизнь станет комфортнее. До свидания.